Привет! В общем, хочу рассказать о том, как мы недавно съездили с моей подружкой Женей в Карелию. Что хочу сказать? Изначально мне не понравилась вообще поездка, потому что целых 4 часа экскурсовод нам рассказывал историю Карелии. Кто с кем воевал за эти места и так далее. Так скажем, выехали мы в 8 утра и вот с 8 до 12 слушать всю эту голематью. Я понимаю, что это может быть кому-то интересно, но не для тех, кто едет просто посмотреть природу, каньоны, водопады, поснимать, пофотографировать. Всю историю можно, конечно же, прочитать. И так как я с утра очень плохо воспринимаю всё, я просто надела наушники и стала читать книжку про бизнес на английском языке, слушая Стаса Михайлова. Кстати, вот Стас Михайлов меня всегда успокаивает, его голос такой приятный. А у этого экскурсовода ещё такой голос был. Вы знаете, что я недавно для себя открыла. Есть, ну, видимо, потому что у меня музыкальное образование, есть некие такие голоса, которые меня очень раздражают. Встречаются такие. Мама смотрит одну блогершу из Америки, не буду говорить её имя, но вы её все знаете. Меня просто бесит её. Я даже не знаю, как это объяснить, но, в общем, тембр голоса, видимо, и стиль разговора. Я понимаю, что и мой голос, возможно, кого-то будет бесить, и стиль мой тоже. Но я не могу просто слушать. Хорошо, что у меня были наушники на обратном пути, у меня их не было, потому что батарейка в телефоне уже села. И мне опять пришлось слушать этого чувака, потому что кто-то с задних рядов орал, а что вы нам ещё можете рассказать, бла-бла. Но, кстати, знаете, что я узнала от этого экскурсовода? Мы проезжали какую-то трассу, знаете, такую скоростную, и я думаю, неужели Формулу-1 или что-то? Да, недавно рядом с Санкт-Петербургом построили трассу для Формулы-1, и, возможно, скоро мы станем свидетелями того, что в России будет проходить Формулу-1 рядом с Санкт-Петербургом в направлении Финляндии. Так что все ждём, все ждём, все ждём. Была у нас одна остановка в кафе Акуловка, где люди могли купить себе рыбный супчик из красной рыбы, но кому-то не досталось, очередь стояла очень долго, мы быстренько, ну, кто мог, поел, кто-то сходил в туалет, и поехали дальше. В общем, съездили мы на водопады, водопады нам не понравились, там всего оказалось два водопада, с экскурсиями, опять же-таки, очень плохо. Нам дали только полчаса погулять по этим водопадам, и там есть такие канатные мостики, по которым можно проходить над водопадами, но мы не знали, стоит туда идти, не стоит, в общем, времени решать не было. Вся эта экскурсия с мостиками как раз и была полчаса, хотелось ещё и в туалет успеть, и пофотографироваться. В итоге мы не пошли гулять по этим мостикам, проход туда стоил 200 рублей дополнительно. Ну, пофотографировались, что успели там покушали. Вот тут уже началась знаменитая такая карельская природа, вот эти ёлочки, сосны огромные. Я постаралась по возможности приблизить прямо камеру, чтобы поснимать всю красоту Карелии. Итак, мы находимся на озёрах Карелии, на водопадах. И что тут происходит? Тут есть всего два водопада. Раз, по которым там люди ходят, и вот с той стороны второй водопад, отсюда не видно. Сейчас покажу. И вот второй водопад. Тоже там такой домик небольшой стоит. И мы едем дальше. Ну, мы там поснимали, пофотографировались и посмотрели, что там находится в сувенирных лавках. Там, естественно, всякие продукты, лесные ягоды, клюква, мороженое. Мне тут даже в ларьке мужчина рассказал, из чего сделано варенье. Вот, смотрите. Сосновая шишка. С чего варенье-то? Все наши ягоды есть. Ага, мороженое вижу. Мороженое. Сосновые шишки. С земляника, малина, калинка, клюква, черника, репень, одуванчик. Класс. Как говорится, что сами кушаем. Молодцы. Это облепиха? Мороженое. А, мороженое. Мороженое. Класс. Спасибо. А среди сувениров я нашла, знаете что? Лондонские красные телефонные будки. Уж не знаю, что там был, чай или еще что-то, но было достаточно интересно в Карелии увидеть кусочек Лондона. И поехали в парк Рускеала, где происходила добыча гранита. И сейчас происходит несколько карьеров. Очень красивые, природные такие водные источники, озера. И что мне, опять же таки, очень понравилось и хотелось бы попробовать, но у нас не было времени. Нам после экскурсии по парку нам дали всего 15 минут погулять там, самим пофотографироваться куда-то там, тоже в туалет сходить, в кафе посидеть. И уже бегом-бегом на автобус ехать обратно в Санкт-Петербург, потому что там еще у нас была запланирована какая-то дегустация карельских вин, которая мне нафиг не нужна. Я бы лучше по парку погуляла, я ехала смотреть природу. А в итоге с природой я пообщалась совсем ничего. Ну, в общем, мне там очень понравилось. Можно прокатиться прямо над самым большим каньоном на Тарзанке. Причем люди едут с палками селфи, снимают себя, но почему-то наши русские не кричат и не создают каких-то таких... Я бы там точно поорала, просто так тупо, без эмоций каких-то. Едут на Тарзанке над такой красивой водой, по такой красивой природе и, ну, как бы, не эмоционально уж. Я бы там выплеснула все свои эмоции. Я эмоциональный человек. Ой, как классно летают на Тарзанке прямо через весь большой каньон. Вообще классно. Итак, мы заходим в штольни и посмотрим, что там находится. Зачем нужна была эта штольня? По ней мрамор вывозили на поверхности. Здесь были рельсы проложены, богометки ходили с мрамором. Причем, как и необычайно, большая часть здешнего мрамора использовалась одни и для декоративных целей, для отделки фасадов. Так, мы находимся в драморном штольне. Посмотрите, как это выглядит. Красиво. О, очень релико. Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, заметила новая традиция создавать вот такие вот горки в Карелии именно. Хотя, кстати, и в Испании я такое видела. Вот такие вот пирамидки из горных пород карельских. Вдоль всей дороги стояли вот такие пирамидки. Это что-то, какая-то новая фишка современных людей. Камни вниз, не бросаются. Огромная-огромная пещера. Короче, зимой замерзают, они будут устраивать какого-то серьезного. Сюда можно ходить, получается. Вот, наверное, как раз подземные экскурсии. Хотел бы туда попасть, Никит? Хочешь там погулять? Можно. На лодочках. А, ты думаешь, тут на лодочках, да? На лодочках, да, опасно. Ну, вот такой вот большой, огромный карьер. Крыша тут когда-то была, а сейчас она взвалилась. И вот организовался такой провал. Красиво. Ой, какой мрамор здесь красивый. Ну, а мы идем дальше на итальянский карьер. Посмотрим, что мы видим там. Почему, друзья мои, этот карьер называют итальянским? Дело в том, что уже в 70-е годы 20-го столетия здесь шла добыча мрамора по заимствованной вокалии технологии. То есть, разрезали вот эти вот глыбы на плиты при помощи специальных станков, при помощи металлических кроссов. То есть, вместо ножа или взрыва использовался вот металлический кросс, при помощи которого им удавалось вот такие вот относительно большие уровни поверхности получить. Ну вот, с итальянского карьера потерялись. Где наши? Ну, тетки, да, все фотографируются просто, наверное. А ты побежала, да? Пошли еще корни пофоткай. Джейкос! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Мы проехали город Сартовала вперёд, когда ехали, и нам обещали экскурсию на обратном пути, но так как мы слишком торопились на алкогольную дегустацию, и все люди орали, нам не нужна экскурсия, нам нужен только алкоголь, мы проехали буквально, я не знаю, 10 минут этот город. В музей мы так и не попали, хотя могли попасть. Единственное, что запомнилось в городе, это поезд Транссибирской магистрали и дом со шприцем. Это фонарь, который выглядит в виде шприца. И почему люди его стали называть дом со шприцем? Потому что дом предназначался для банка, но потом впоследствии там была аптека. И вот так вот люди называют его дом со шприцем. Хотелось бы, конечно, побольше посмотреть этот город, так как он у нас был в плане экскурсии, но люди выбрали другое. А вот на дегустации, пока я шла наверх, где уже наши дегустировали всё вино, в магазинчике внизу я нашла калитки. Это карельские пирожки с разным вкусом, там с ягодами, с форелью, а также там продавали сыр. Ну, в общем, карельские продукты. Наверху в комнате дегустации была такая интересная обстановка. Там стоял граммофон, какие-то старинные такие вещи, прялка, фотографии карелии. Я всё это поснимала, чтобы показать вам. Дегустацию мы не успели продегустировать вина, потому что люди туда прям как с цепи сорвались, все бежали, чтобы выпить лишние там пять капель, и наши капельки, пока мы стояли в очередь в туалет, тоже выпили. Ну, я поснимала, какие там бутылки продаются, и купила себе мороженое. Наш водитель его так заманчиво ел, что мне тоже захотелось попробовать, что же такое мороженое. Я, в принципе, эту ягоду никогда и не ела, и не знала, что это за ягода. Но подружка, вот Женька, говорит, что слишком сладкое мороженое. Она попробовала у меня. Купила своему сынишке такое же, а сама не стала. Ну, вот купила мороженое из мороженки попробовать. В Карелии надо кушать мороженку. Сейчас попробуем, как оно, насколько съедобное. А Женя купила бутылок для мороженого. В общем и в целом нам понравилось путешествие по природе. А всё остальное, вот путь до Карелии, очень такой, ну как сказать, слишком много информации ненужной. Да, я бы сказала, на экскурсионных автобусах не надо давать прямо две пары урока истории. Рассказали, куда мы едем, рассказали историю, ну буквально там в пяти предложениях, что это за парк. Именно из-за этого я очень люблю путешествовать сама, и все туры я организовываю свои, и без какой-либо информации, которая мне не нужна. И даже когда я по Англии путешествовала, я ехала в город, только выбирая название этого города, даже не знала, что там происходит. И уже про сам город читала в дороге буквально небольшую информацию, типа в Википедии, и куда сходить там, что посмотреть, что самое важное. Я понимаю, что фундамент истории, конечно, надо знать, но фундамент я и так знаю. А вот все детали — это всё лишнее. В нашей суперинформационной, перенагруженной информации жизни этого не надо. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok